всем доброго времени суток итак мы с вами продолжаем рассматривать галерею и в этом уроке я покажу вам как можно записать тот проект который вы уже создали вот наша галерея которую мы с вами делали на протяжении нескольких уроков переключали камеры вот они у нас идут немножечко подправить можно здесь можно оставить как есть но сейчас это не столь важно сейчас нам нужно этот проект сохранить в том виде чтобы мы могли показывать его на различных устройствах воспроизведения как это сделать сначала нам нужно подготовить наш проект к записи вот видите в нашем окне мы видим и камеры и путь по которому они движутся чтобы их выключить то есть чтобы они стали невидимыми нам нужно вот эти вот глазики выключить вот мы у камер их выключили и вот наш путь вот мы его тоже закрываем вот это мы сделали теперь нам обязательно нужно посмотреть в каком окне мы находимся сейчас у нас открыто окно предварительного просмотра для того чтобы мы видели как у нас переключаются камеры и вообще как у нас должно идти изображение нам нужно переключиться вот сюда в свитч если мы переключимся в одну из камер то у нас будет изображение именно одной камеры мы переходим сюда и давайте предварительно просмотрим правильно это у нас идет или нет вот пошла наша презентация вот переключается камер значит все в порядке мы пока на этом останавливаться не будем если вы хотите вы можете добавить еще в свою презентацию какую-нибудь фоновую музыку для этого нам нужно зайти в файл импорт найти ну вот я возьму любую мелодию и открываю ее вот пошла загрузка давайте теперь прослушаем что у нас получилось вот я нажимаю кнопку проигрывания у нас появилась фоновая музыка все хорошо если вам нужно изменить громкость этой музыки это можно сделать вот здесь заходим вот сюда в проект вот есть глобальные настройки звука вот наша фоновая музыка мы можем просто уменьшить ее звучание и можно прослушать что получилось вот видите у нас намного тише звучит сейчас наша мелодия я пока оставлю так как есть в общем то сейчас нам это не важно с проектом мы разобрались эту панель мы пока закрываем теперь для того чтобы наш фильм читался на проигрывающих устройствах нам нужно его конвертировать в определенном виде как это сделать нам нужно зайти либо в панель рендера вот эту вот панель открыть либо нажать вот эту кнопочку у нас открывается панель рендера что мы здесь видим здесь мы можем вывести вот к примеру я сейчас немножко подвину ну ладно значит мы можем создать изображение причем мы можем выбрать любой формат из предложенных вот они у нас здесь есть я пока на этом не буду останавливаться и можем выбрать видео здесь мы тоже выбираем форматы видео вот какие я обычно уберу MP4 он читается сейчас почти на всех устройствах современных и в общем то самый удобный вариант но вы можете тут посмотреть и выбрать удобный для вас следующий параметр у нас качество видео и аудио максимальное здесь число 8 мы можем подвигать вот эти бегуночки увидеть насколько меняется наше качество следующая галочка у нас для альфа канала мы сейчас ее не трогаем о ней мы поговорим в других наших видео уроках теперь нас интересует размер нашего видео поскольку я поставила MP4 то у меня автоматически высвечивается именно вот этот формат вы можете поменять его на любой другой я считаю что вот это вот на данный момент один из самых удобных вариантов вот эта галочка это коэффициент блокирования он изменяет ширину проекта если вы другую поставите ну к примеру вот 1300 а высота будет меняться автоматически в зависимости от вот этой ширины но я все таки поставлю 1280 и сниму пока эту галочку следующий раздел у нас 3D стерео если вы хотите сделать фильм который можно смотреть в стерео очках то вам нужно будет нажать вот эту вот кнопочку и разбираться с вот этими вот бегунками мы сейчас это тоже рассматривать не будем теперь качество рендера можно посмотреть предварительный рендеринг вот вот эта вот вкладочка или финальный здесь мы можем включить супер качество есть 2х2 и 3х3 и можем включить качество тени это уже по вашему усмотрению как хотите в следующем разделе мы выбираем то ли весь ролик мы сразу переводим в нужный нам формат то ли мы можем выбрать конкретные кадры вот от одного например до 300 и у нас будет рендериться именно вот этот вот кусочек вот здесь мы можем выбрать частоту кадров но у меня она сейчас неактивна потому что я выставила конкретный формат mp4 и хайди видео если я допустим поставлю здесь avi а вот здесь вот ну давайте вот dvd pal то мы видим что вот эта вот вкладочка становится активной здесь мы можем поменять например на 25 но вернемся к нашим стандартным настройкам с этим мы разобрались вот собственно говоря и все теперь можно нажимать на вот эту кнопочку и выбирать папку в которую даем имя нашему файлу и сохраняем в ту папку которая нам нужна и так сегодня мы с вами разобрались какие настройки у нашего фильма должны быть чтобы он хорошо читался на проигрывающих устройствах на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч